Здравствуйте! У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 11 октября, отмечается День Республики Башкортостан. В разные годы истории 11 октября происходили следующие события. В 1783 году учреждена Российская Академия. А в 1887 году, в этот день, американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машинку для подсчета голосов на выборах. 11 октября 1899 года в Южной Африке началась Англо-Бургская война. 11 октября 1908 года в деревне Старо-Тимошкино, ныне Барышевского района Ульяновской области, родился геолог, исследователь подземных вод Ульяновской области Юсуф Абсалямов. Он окончил Ульяновский рабфак и Московский институт водного хозяйства, после чего вернулся в Ульяновск. С 1936 года по 1962 год он работал директором Ульяновского строительного техникума. С 1963 года преподавал геологию в ульяновских вузах, педагогическом и сельскохозяйственном институтах. Опубликовал не менее 30 научных работ, составил карту гидрогеологического районирования Ульяновской области. 11 октября 1919 года в ходе Гражданской войны в России части Красной Армии начали проведение Орловско-Кромской операции, которая привела к остановке наступления белогвардейцев на Москву и переходу инициативы к Красной Армии. 11 октября 1922 года решением Совнаркома в стране введена новая денежная единица – Червонец. А в 1931 году в этот день в Советском Союзе принято решение о полной ликвидации частной торговли. 11 октября 1961 года в Советском Союзе на Семипалатинском полигоне осуществлен первый подземный ядерный взрыв. И 11 октября 1994 года произошло обвальное падение курса рубля по отношению к доллару. Событие впоследствии было названо «Черным вторником российской экономики». Исторический хронограф Специальный репортаж Несмотря на снижение индекса промышленного производства, в регионе продолжается рост заработных плат. Так, средняя заработная плата в Ульяновской области достигла размера 40 377 рублей. Но и это не предел. Средние заработные платы свыше 50 тысяч отмечены в Ленинском и Заволжском районах города. Чуть ниже этой планки средняя зарплата в Димитровграде. Такому уверенному росту способствует адаптация рынка труда к новым условиям развития экономики. В освобождающиеся в одних секторах рабочие руки находят применение в других сферах. Так, крупнейшие предприятия региона продолжают набор сотрудников для выполнения государственного заказа, предлагая высокие оклады. Эти данные на штабе по комплексному развитию региона сообщил министр экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов. Средняя заработная плата по Ульяновской области составила 40 377 рублей. Если брать нарастающим итогом, а мы его всегда рассматриваем, по итогам 7 месяцев показатель по Ульяновской области составил 39 357 рублей по полному кругу предприятий. Напомню, что в 2021 году за аналогичный период данный показатель стоял 36 156 рублей. При этом наши позиции в Привожском федеральном округе и в Российской Федерации остались неизменны. Это 10 и 63 место. Соответственно, темп роста заработной платы за 7 месяцев сложился в размере 110,3%. В крупных и средних организациях заработная плата растет быстрее, чем в среднем по региону. Темп 111,7% с показателем 43 527 рублей. Хотелось бы отметить, что в июле темпы роста заработной платы замедлились, так как это связано с рядом экономических показателей, которые отражаются в статистике. Произошло снижение индекса промышленного производства по сравнению с прошлым годом. За январь и июль он составлял 93,7%, а уже за январь и август снизился до 90,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, на снижение индекса промпроизводства оказали влияние обрабатывающие производства, которые просели почти на 11%, добыча полезных ископаемых 96,3%. Обрабатывающая промышленность, это в том числе предприятия, которые приостановили свою деятельность из-за введения санкций в отношении Российской Федерации, дает нам значительную долю индекса промышленного производства в регионе и, соответственно, долю в показателе среднего уровня заработной платы. Кроме этого, по итогам июня месяца мы наблюдаем сокращение объема оборота розничной торговли, что также стало неким сдерживающим фактором при формировании уровня заработной платы в данной отрасли. Однако на рынке труда наблюдается стабильная ситуация. Уровень безработицы не превышает 0,6%. Этому способствует набор новых сотрудников на наших крупнейших предприятиях региона. Это ПАО и Лавиастар, это Искра, а также Ульяновский автомобильный завод сейчас значительно наращивает объемы приема новых сотрудников для обеспечения тех объемов производства, которые были поставлены руководством до конца текущего года. Вместе с тем, высокие темпы роста заработных плат наблюдаются в таких сферах, как производство резиновых и пластмассовых изделий, это 128,8%, производство напитков, производство нефтепродуктов, производство отдельных транспортных средств, строительство, а также производство мебели. Здесь темпы роста составляют от 119 до 128%, по сравнению со средним показателем по Ульяновской области. Также хотелось бы обратить внимание на отдельные категории, которые имеют самые низкие темпы роста заработных плат. Это сфера обработки древесины, всего 2,5% рост к прошлому году. Это водоснабжение, водоотведение, металлургическое производство, производство текстильных изделий, а также область здравоохранения. Понятно, что эти показатели тянут средний показатель по Ульяновской области вниз. Здесь темп роста заработных плат составляет от 3,5 до 5% по каждому показателю. Не могу не остановиться и на муниципальных образованиях Ульяновской области, то если брать по крупным и средним предприятиям, самый высокий темп роста сохраняется уже третий месяц подряд в Николаевском районе, 127,6%. За ним следует Сенгелеевский район, Чердоклинский район, Старокулаткинский район. Также Новоульяновск и город Ульяновск здесь показатель от 112 до 116%, что превышает средние темпы по региону. Отмечу ряд муниципальных образований, где сохраняются низкие темпы роста заработных плат. И понятно, что эти регионы тянут показатель по Ульяновской области вниз. Это Вишкаемский район, всего 104,8%, Старомаинский район, 105,3, Корсунский, 106, Инзинский, 106 и Маинский район, 106,8%. Хотелось бы отметить, что это не только ниже среднего областного показателя по темпу роста заработной платы, но фактически этот темп не обеспечивает восстановление реальных доходов граждан, а соответственно, если до конца года они сохранятся, то приведет к его снижению. А что касается объема поступлений НДФЛ. В консолидированный бюджет Ульяновской области, по данным Министерства финансов Ульяновской области, поступило 13,3 миллиарда рублей, что составляет 114,2%. К аналогичному периоду прошлого года, консолидированный бюджет Ульяновской области дополнительно получил 1,657 миллиард. Самый высокий вклад по темпам роста отмечен в добыче полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, производство масла, напитков, в том числе алкогольных, а также в деревообработке и химическом производстве. Расскажите о работе комиссии по повышению заработной платы. За последние две недели работа региональной комиссии, а также муниципальных комиссий по повышению уровня оплаты труда не останавливалась. Заключено 73 соглашения о повышении уровня оплаты труда. Вместе с тем, мы отработали со всеми крупнейшими сетевыми организациями, работающих на территории нашего региона. Запланирована встреча в режиме видеоконференц-связи с торговой сетью «Магнит», в которой трудится, напомним, более 2,5 тысяч человек. Будут обсуждаться перспективы развития данной сети на территорию Ульяновской области, в том числе вопросы повышения уровня оплаты труда. И в течение октября, я думаю, эту работу завершим. А обратили ли вы внимание на те компании, которые платят зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда? Для этого работает трехсторонняя комиссия. Соответственно, здесь подключаются и профсоюзы, и агентства по развитию человеческого потенциала. Мы планируем через неделю провести расширенное заседание по повышению уровня оплаты труда, на котором разберем все вопросы и отраслевые в разрезе муниципальных образований, и вопросы выплаты заработной платы, что меньше мрот. Мы отрабатываем индивидуально совместно с Федеральной налоговой службой, даем четкие сигналы, где заработная плата выплачивается и ниже мрот, и ниже среднеотраслевого уровня. Одно направление. Проводим выездные совещания совместно с муниципальным образованием, с выходом на предприятие, убеждаем собственников, и указываем на то, что все факты выплаты заработной платы фактически ниже мрота мы видим, и четко понимаем, и второй фактор сейчас привлекаем как раз наших коллег из федеральных ведомств, для того, чтобы понять причины выплат таких низких заработных плат. Потому что экономических оснований мы для этого не видим. Два месяца назад был предоставлен большой перечень, который насчитывает порядка, наверное, двух тысяч предприятий, как раз где заработная плата меньше мрот. Все они, эти списки переданы муниципальным образованием. Глава четко знает, у кого какой список, и индивидуально уже тоже отрабатывает. Вы слушали министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Николая Зонтова. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадио компании «Волга». Завершился чемпионат и первенство Ульяновской области по виду спорта «Восточное боевое единоборство» – спортивная дисциплина «Кобудо», где было разыграно 30 комплектов наград в разделах «Кобудо – весовая категория», «Кобудо – куме-те-предмет». Кроме того, было разыграно 17 комплектов наград в рамках первенства Ульяновской региональной общественной организации «Федерация Косики Карате». За медали бились спортсмены 11 клубов, представляющих Кузоватовский, Корсунский, Новоспасский, Чердоклинские районы Ульяновской области и города Ульяновска. Победители получили путевку на первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по Восточному боевому единоборству, который будет проходить в Республике Татарстан с 21 по 22 октября этого года. Соревнования традиционно проходили на базе физкультурно-оздоровительного спортивного центра «Орион». Воспитанники Ульяновской спортивной школы «Борец» приняли участие в республиканском турнире по борьбе в Саранске. Захар Шамсуддинов занял первое место в весовой категории 48 килограммов. Поздравляем! Тренеры спортивной школы имени Разумовского на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Фаворит» в рамках подготовки к выполнению нормативов ГТО провели соревнования по общей физической подготовке. Участие приняли более 160 человек. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Орион» состоялась спартакиада по футболу среди команд профессиональных образовательных учреждений Заволжского района. Она была посвящена 77-летию победы в Великой Отечественной войне, году студенческого спорта и 60-летию со дня образования Заволжского района. Победила футбольная команда Ульяновского авиационного колледжа. Большой хоккей приезжает в Ульяновск. Уже 14 октября стартует Кубок «Волго-спорт-арены», где в упорной борьбе сойдутся «Волга-Динамо-Старт» и «Акбарс-Динамо». Стать зрителем баталии профессионалов сможет каждый. Вход на турнир свободный. Карту болельщика можно подтвердить в любом многофункциональном центре Ульяновской области. Этот электронный документ дает право на посещение спортивных мероприятий. Перечень официальных соревнований, на которые идентификация зрителей, участников и персонала является обязательной, утвержден распоряжением правительства Российской Федерации. Для получения карты нужно заполнить форму на портале госуслуг, а затем прийти с паспортом в центр моей документы. Само собой потребуется учетная запись на госуслугах. После проверки документов заявителю придет уведомление в личный кабинет и на электронную почту. Ульяновская область присоединилась к флагманскому проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе». У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы станут центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получат больше возможностей заметить талантливых детей. Участники проекта, которые соответствуют всем критериям и работают по всем направлениям программы, смогут бесплатно получать от Российского футбольного союза комплекты спортивного инвентаря для проведения занятий и всестороннюю методическую поддержку. Дом с биографией Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Железнодорожный вокзал станции «Ульяновск-Центральный», как и автовокзал, входит в комплекс сооружений, которые были построены к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Расположен он на улице Локомотивной, дом 96. Открытие вокзала состоялось в апреле 1970 года. Кроме возросшей пропускной способности и комфорта для пассажиров, новый вокзал решил застарелую проблему тупикового расположения главного железнодорожного узла города. Напомню, что самое первое здание железнодорожного вокзала еще в Симбирске было построено в 1898 году в районе поселка Тудь. Интересно, что еще во время строительства моста через Волгу городской голова Афанасьев предлагал правлению Волго-Бугульминской железной дороги участок городской земли в Кензяковке под строительство вокзала. Недоброжелатели тогда винили его в преследовании личных интересов, потому что неподалеку находилось имение тестья градоначальника. А новый вокзал тогда так и не построили. Обратимся к газете «Ульяновская правда» от 20 июня 1964 года. Новый вокзал на станции «Ульяновск-1» был построен в 1953 году. Для того времени выбор был сделан, пожалуй, правильно. Бывшая Кензяковка, это станция, на месте которой сейчас находится вокзал «Ульяновск-Центральный», представляла тогда далекую и неблагоустроенную окраину «Ульяновска» с очень плохими транспортными связями с центром города. Перед пассажирами, особенно транзитными, каждый раз встает вопрос – почему заводится поезд на станцию «Ульяновск-1» в тупик, на что тратится примерно 40 минут? Вот почему в настоящее время проектируется вокзал на станции «Ульяновск-Центральный». Так называется сейчас станция «Кензяковка» с необходимым комплексом объектов для обслуживания пассажиров. Вокзал рассчитан на одновременное обслуживание 700 транзитных и 300 пригородных пассажиров. Строительство намечается осуществить в 1966-1967 годах. А вот что писала «Ульяновская правда» уже в августе 1968 года. На этом месте еще недавно стояла небольшая деревянная избушка с надписью «Кензяковка». От перрона к домику вела дощатая лесенка. Таким было старое здание железнодорожного вокзала. Весной прошлого года сюда пришли строители. И теперь там, где стояла неказистая избушка, поднимается вверх большое современное здание. Строители уже повесили на нем табличку «Центральный железнодорожный вокзал Ульяновска». Из здания вокзала на посадочные площадки пассажиры будут проходить по специальному тоннелю. Он уже готов, прорыт и забетонирован. В левом трехэтажном крыле разместятся зал ожидания, ленинская комната, комната матери и ребенка, ресторан, административные службы. Со стороны привокзальной площади во всю длину встанет остекленная стена высотой 9,5 метров. Для установки витражей забетонировано 13 несущих колонн. В общем, новый железнодорожный вокзал в Ульяновске будет красивым и внушительным. Цокольная часть здания отделывается гранитом, а стены – марблитом и теразитовой штукатуркой. Все это будет. Будет скоро. 30 декабря 1969 года государственная комиссия под председательством главного инженера пассажирского управления Министерства путей сообщения СССР Орлова подписала акт о приемке железнодорожного вокзала. За свою более чем трехлетнюю работу строители получили отличную оценку. Вокзал был торжественно открыт 10 апреля 1970 года. Кстати, проект здания вокзала был создан авторским коллективом института МОЗ Гипротранс. Архитекторами стали крупный специалист по проектированию железнодорожных объектов в Центральной архитектурной мастерской Министерства путей сообщения Михаил Готлиб и Юрий Милюшкин. При сооружении здания удачно использован большой перепад в рельефе местности. И еще одна небольшая цитата из газеты «Ульяновская правда» от 16 апреля 1970 года. На днях ульяновцам и их гостям строители преподнесли еще один юбилейный подарок – новый железнодорожный вокзал «Ульяновск-Центральный». Восьмиэтажное здание вокзала не имеет равных на Куйбышевской железной дороге. Здесь все сделано с учетом лучшего обслуживания пассажиров. В их распоряжении просторные и светлые залы. Только полезная площадь помещений и служб составляет 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания – билетные кассы для пассажиров дальнего следования. У выхода на перрон горит табло о наличии мест на все поезда. Любую справку пассажир может получить по телефону. В помещениях вокзала одновременно могут находиться 1200 человек, что в пять раз больше по сравнению с вокзалом «Ульяновск-1». В отличие от старого вокзала, здесь можно принимать поезда сразу к двум платформам. К ним можно выйти через тоннель, не пересекая путей. В сооружении вокзала применены новейшие достижения науки и техники – лучшие материалы. Строителями от Штукатурина – 11 тысяч квадратных метров стен и потолков, сделано 3000 квадратных метров мозаичных полов с латунными и медными прожилками, наслано 1200 квадратных метров паркетных полов, облицовано плиткой 1400 квадратных метров стен, остеклено 2000 квадратных метров витражей. Ежедневно через новые ворота города вокзал «Ульяновск-Центральный» идут и идут к поездам. В год со станции «Ульяновск-Центральный» отправляется примерно 884 600 человек. В среднем за сутки с вокзала уезжает 2500 пассажиров. В 2017 году был проведен капитальный ремонт здания вокзала и реконструкция прилегающей территории. Привокзальную территорию замостили плиткой, там появился сквер с памятником и новым освещением, а также кардинально изменилась организация дорожного движения. 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение присвоить статус «Город трудовой доблести» 20 городам, среди которых был и «Ульяновск». Почетное звание город получил в том числе и благодаря работе железнодорожников в годы войны. 24 декабря 2021 года на площади перед зданием вокзала «Ульяновск-Центральный» произошло знаменательное событие – открытие стеллы, прославляющей трудовой подвиг жителей нашего города в годы войны. Отныне этот монумент будет напоминать всем о значительном вкладе Ульяновска в достижение Великой Победы. Время молодых В нашем городе продолжают расширять сети образовательных площадок для школьников, занимающихся научно-техническим творчеством. Новое образовательное и проектно-исследовательское пространство «Технопарк Кванториум» открылся в Ульяновской гимназии номер 30 благодаря федеральной программе «Современная школа национального проекта образования». Ребята знакомятся с высокими технологиями, занимаются 3D-моделированием. Возможности, которые предлагает «Технопарк», изучает восьмиклассник Максим Корпин. Кванторам это какие-то новые возможности, что-то новое можешь изучить, что-то нравится. В целом все разбираем и что-то сами делаем. На будущее это, конечно же, безусловно, пригодится, если там в вуз какой-нибудь поступать. Одноклассник Максима, Артем Махмутов, в свободное время тоже решил посвятить обучению в «Технопарке». Он надеется, что полученные знания пригодятся ему в будущем при выборе профессии. Я решил прийти, потому что мне нравится, ну вообще все, что связано с 3D-моделированием. И я вот как раз пришел на 3D-моделирование, потому что мне нравится все, как моделировать и все, что с этим связано. Ты учишься чему-то новому, и в будущем может тебе это пригодится в жизни. Ты пойдешь по этому направлению, и тебе понравится, и ты будешь то же самое делать. Объясняют как вообще, что это делать. Потом можно эту фигурку, например, какую-то сделать на 3D-принтере и добрать себе. Сейчас в «Технопарке Кванториум», который открылся в 30-й гимназии, обучаются более 300 школьников, причем по 10 разным направлениям. Скрэч-программирование, медицина, дизайн, компьютерная графика и многое другое. Записаться на данные программы несложно. Достаточно прийти в гимназию номер 30, либо воспользоваться программой «Навигатор дополнительного образования». Слово руководителю детского технопарка «Кванториум» в гимназии номер 30 Владимиру Курганову. Наш «Кванториум» открылся 1 сентября. Прошла торжественная церемония открытия. Наш «Кванториум» включает 5 направлений. Это хай-тек-цех, био-квантум, робо-квантум, а дополнительный энерджи-квантум на базе кабинета физики и кванта-лаб на базе кабинета химии, а также каворкинг-зону, где дети могут реализовывать свои инженерные и технические проекты. А хай-тек-цех у нас – это современный кабинет технологии, своими словами. Он оснащен современными 3D-принтерами, 3D-станками, фрезерными станками с числовым программным управлением, а также лабораторным комплексом для 3D-моделирования и притотипирования. А в хай-тек-цехе дети научатся создавать 3D-объекты, прописывать программы и воссоздавать их объемные копии на 3D-принтерах, а также с помощью фрезерных станков, воссоздавать уже детали для конструкторов робототехнических. То есть мы можем сами в хай-тек-цехе создавать свои детали для будущих проектов в робототехнике, в каворкинг-зоне, в биоквантуме. То есть хай-тек-цех является сердцем кванториума, где воссоздаются уже воочию все проекты. А биоквантум у нас оснащен… Это самое такое современное оборудование у нас в биоквантуме – это современная лаборатория по нейрофизиологии и нейротехнологии, которая позволяет детям исследовать нейронную связь и биосигналы. Наш кванториум работает по принципу школы полного дня, а в первой половине дня – это занятия по учебным предметам, таким как информатика, физика, химия, биология, технология. А далее идут курсы внеурочной деятельности, также по этим же направляем, плюс хай-тек-технологии. Физико-инновационная лаборатория, экспериментарий по химии. И уже после курсов внеурочной деятельности идут программы дополнительного образования. Это 3D-моделирование, прототипирование, программирование на питон, скретч-программирование, бионика, нейротехнология, нейроуправление, искусственный интеллект и биосигнал. Ну, в общем, спектр программ очень широкий, что дает детям возможность получить дополнительное образование в стенах родной школы. Если раньше детям приходилось ездить за Волгу в детский технопарк, к кванториуму на Туполево, то сейчас уникальная возможность не только для наших учеников нашей 30-й гимназии, но и железнодорожного и Засвияжского района. У нас в городе мы третий кванториум, то есть всего было два кванториума, и они были расположены за Волгой, и мы первый кванториум, расположенный в Правобережье. Программами дополнительного образования мы планировали охватить 300 человек, но на сегодняшний день практика показала, что у нас уже 350 записаны, то есть будут заниматься у нас 350 детей в возрасте от 12 до 17 лет. За период действия уже к кванториуму у нас прошли уже три крупных мероприятия. Это экскурсия, естественно, для обучающихся, день открытых дверей, окулись в кванториум, в ходе которого родители будущих кванторианцев посетили мастер-классы в хай-тек-цехе био-квантуме и робо-квантуме, и также работал консультативный пункт по записи детей на программу дополнительного образования именно в кванториуме. Хай-тек-цех у нас преподает учитель технологии, у которого есть навык работы со станками ЧПУ, то есть это педагогический работник. В био-квантуме у нас преподает студентка финального факультета медицинского вуза, и в робо-квантуме у нас преподает также студент финального курса инженерного факультета технического университета. Сейчас в городе функционирует четыре кванториума и еще один мобильный технопарк. Так что наука для школьников всей области стала гораздо доступнее. Нужно лишь желание посещать занятия. С вами Наталья Козина. Разберем пять ошибок в осенней побелке деревьев. Побелка – это одно из главных дел на садовом участке. Эта процедура нужна, чтобы защитить деревья от морозов, резких перепадов температуры, вредителей и болезней. А также побелка убережет кору от морозобоин и солнечных ожогов весной. Итак, начну с того, что сколько же раз в году нужно заниматься побелкой деревьев. Многие проводят побелку деревьев лишь осенью. Этого недостаточно. И ее нужно обновлять в конце зимы. Ведь опасность подстерегает деревья в феврале и в марте. Солнце нагревает ствол, из-за чего начинается сокодвижение. А ночные холода замораживают жидкость. В итоге возникают трещины в коре. Перед первыми потеплениями побелите деревья еще раз. Какова должна быть высота побелки деревьев? Побелить основание ствола недостаточно для защиты дерева. Раствором нужно покрыть весь ствол и натреть все нижние скелетные ветви. Белить взрослое дерево нужно на высоту до двух метров. Так обрабатывать или нет молодые саженцы? Многие боятся их белить, опасаясь, что раствор обожжет нежную кору. Но морозы, солнце и насекомые могут навредить им еще больше. Молодые саженцы можно белить в возрасте 1 или 2 года. Просто раствор должен быть более слабым. Важно знать и про подготовительный этап. Сперва ствол нужно очистить от мхов, лишайников, наростов, от слоеной коры и вредителей. Все повреждения обрабатываем садовым варом или зольным настоем. И далее производим обработку краской. Садоводы порой используют непредназначенные для деревьев краски. Так не стоит делать. Используйте известь, мел, водоэмульсионную краску. А на дорожку хороший рецепт и свеклу, которую мы вырастили сами. Готовим свекольный кефир. Он так полезен и для печени, и для кишечника. А еще сослужит хорошую службу тем, кто хочет похудеть. Рецепт простой. Свеклу натереть на терке и отжать сок. Затем перемешать один к одному 100 мл свекольного сока и 100 мл кефира. Настаиваем 2-3 часа. Такой коктейль рекомендуется пить вечером перед сном. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Пи-пи-дастер. Ой, не делайте, пожалуйста, удивленные лица. Я ни в коем случае не ругаюсь и не хочу никого оскорбить. Сегодня разберемся, что это новомодное слово обозначает. Слово пи-пи-дастер имеет два общепринятых значения. Считается, что первое появилось при слиянии английских слов полипропилен и метелка. Полипропилен по-английски так и звучит – полипропилен, а метелка – дастер. И поэтому сокращенно пи-пи-дастер. Итак, этимология слова подсказывает, что пи-пи-дастер – это мягкая полипропиленовая метелка для смахивания пыли. Да-да, друзья, метелка для уборки пыли называется пи-пи-дастером. Второе значение тесно связано с видом спорта – чирлидингом. Это когда спортивные красивые девушки перед выступлением или в перерывах соревнований выбегают на площадку с помпонами в руках и в поддержку своей команды показывают танцевальный номер с элементами акробатики. Вот за этими самыми помпонами закрепилось слово пи-пи-дастер. Здесь тоже все понятно. Помпон и дастер. Пи-пи-дастер. Ну, теперь при случае мы можем блеснуть своими познаниями, зайдя в хозяйственный магазин и спросив пи-пи-дастер. Только не удивляйтесь, если вас не поймут. И на этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. Утреннюю программу завершает рубрика «Этот день в истории музыки». С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Этот день в истории музыки. В этот день появились на свет скрипач Абрам Ямпольский, дирижер, скрипач, народный артист СССР Саулюс Сондецкис, гитарист, певец Грег Дуглас, Татьяна Рузавина, российская эстрадная исполнительница, экс-солистка Веа Надежда. ПЕСНЯ Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события В 1960 году состоялось первое выступление Ареты Франклин Ареты Франклин В 1976 году шведский квартет Абба выпустил четвертый студийный альбом «Прибытие» Особенно популярны стали песни «Танцующая королева», «Деньги», «Зная меня, зная тебя» Абба выпустил четвертый студийный альбом «Прибытие» В 2002 году состоялось дебютное выступление группы «Кипелов» в Санкт-Петербурге В 2004 году певец и гитарист, автор-исполнитель Джеймс Блант Выпустил дебютный и самый успешный сольный альбом «Back to Badlamp» Главный хит и самая узнаваемая песня «Ты прекрасна» Главный хит и самая узнаваемая песня «Танцующая королева» Главный хит и самая узнаваемая песня «Танцующая королева» Главный хит и самая узнаваемая песня «Танцующая королева»